Сегодня тема моей проповеди называется так Голос из ада Голос из ада Хочу начать мою проповедь с одной знаменитой легенды Которая касается Кольской скважины Кто не знает, что это такое? Это скважина, которая бурилась в Советском Союзе Вертикальным бурением Самая глубокая скважина на планете Земля Процесс ее бурения был с 1968 по 1991 года И получилось пробурить эту скважину на глубину 12-200 12 километров 200 метров Это компания ученых, которая занималась этим проектом И в чем состоит легенда? Что когда они пробурили на такую глубину Вроде бы как произошли какие-то там трудности с финансированием И они сказали, что они на эту глубину опустили звукозаписывающую аппаратуру И эта звукозаписывающая аппаратура записала голоса Якобы людей, находящихся в адских мучениях И потом пытались эти записи, эти пленки транслировать Ну, кому можно было Скорее всего, для того, чтобы создать какой-то повод Знаете, для того, чтобы на них обратили внимание И продолжили это финансирование Но в 1991 году произошла перестройка И этот проект закрыли Легенда состоит в том, что то, что они сказали О том, что они записали голоса там кого-то Это все брехня Это все брехня И ничего такого подобного не было Ну, знаете, что интересно? Я себе подумал А вот если бы Вот если бы действительно Я сразу вам скажу Я не мистик Я в эти игры не играю Но вот если бы Действительно было так Что бы мы с вами могли услышать из ада? Неужели мы бы услышали крики? Неужели бы мы услышали только стоны? Или, возможно, мы услышали бы еще что-нибудь? И тогда я попытался себе подумать А что бы могло быть И знаете, что бы лишний раз Не накручивать себе лжесюжеты Я обратился к Библии И оказывается, в Библии есть место В котором четко показывается нам О чем говорят в аду И что бы мы действительно услышали Если бы нам представилась такая возможность И мы будем читать знаменитую притчу Или историю о богаче и Лазаре Записанную в Евангелии от Луки 16 стиха 16 глава с 19 стиха Некоторый человек был богат Одевался в порфиру и весон Каждый день пиршествовал блистательно Был также некоторый нищий именем Лазарь Который лежал у ворот его в струбьях И желал напитаться крошками Падающими со стола богача И псы, приходя лизали струбья его Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова Умер и богач, и похоронили его И Ваде, будучи в муках, он поднял глаза свои И увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его И возопив, сказал Отче Аврааме, умилосердись надо мною И пошли Лазаря, чтобы смочил конец перста своего в воде И прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём Но Авраам сказал Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое В жизни твоей, а Лазарь злое Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь И сверх всего того, между нами и вами Утверждена великая пропасть Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут Так же и оттуда к нам не переходят Тогда сказал он Так прошу тебя, отче Пошли его в дом отца моего Ибо у меня пять братьев Пусть он засвидетельствует им Чтобы и они не пришли в это место мучения Авраам сказал ему У них есть Моисей и пророки Пусть слушают их Вот такая история, знаменитая история Слова Божьего Она нам показывает жизнь двоих людей Один из этих людей был богачом Это был богатый человек Скорее всего, давайте допустим, что это был человек образованный Скорее всего он учился Имел образование Имел хорошую работу Возможно, у него был какой-то бизнес Благодаря которому он заработал Такое количество финансов Он мог себе позволять Одеваться в дорогущую одежду По-нашему в бутиках Он имел Шикарнейшее Какой-то особняк Какое-то поместье Он был достаточно Богатым человеком Но был еще один человек Который находился в совершенно другом положении Он был нищим и больным Мы не знаем, почему он Докатился до такого состояния Что проживал свою жизнь Под забором Поместья богатого человека Возможно, просто такая судьба И человек Живя себе Нормальной жизнью Вдруг Заболел какой-то болезнью Которая лишила его всех Способности работать Зарабатывать себе на пропитание В свете чего он Давайте скажем Стал бомжом И скатился до такого состояния А может быть Это немножко другая ситуация Может он был лодырем Который не хотел учиться Который Прожигал свою жизнь Возможно, который попал В какую-то зависимость И этот зависимость Этот грех довел его До такого состояния Бомжа Что он Стал Покрылся Без язвами В результате такого Антисанитарного образа жизни Кто когда-то имел Дело с бомжами Тот не даст мне соврать Что все бомжи Имеют язвы Все бомжи покрыты язвами Что ноги, что руки По причине той Что они ведут Антисанитарный образ жизни Но самое интересное Что жизнь И того, и того Подошла К концу Дорогие братья и сестры Хочу сказать Что наша жизнь Когда-нибудь закончится Нам надо об этом помнить И Библия говорит Что Богатый Попал В ад Сразу хочу сказать Что богатый попал В ад Не потому что он был богат Скорее всего Богатый попал В ад Потому что он На своем пути Не встретился с Богом Он не пережил Бога в своей жизни И поэтому он Не был спасен Точно так и бедный Но только попал В рай Или на лона Авраамова Давайте так скажем И попал он туда Не потому что он Был бедный И не потому что Он мучился А скорее всего Потому что В своих мучениях В своем одиночестве Он возвал Господу И получил Своё спасение И тут Мы видим Такую картину Что Изнеможенный Богач Находящийся в аду В мучениях Видит издалека Авраама и Лазаря И у него Есть две Просьбы Которые звучат Из ада Первая просьба Это просьба Нереальная Её Нереально Осуществить Он просит О том Чтоб ему Облегчили страдания Люди Которые попадают В ад После земной жизни Которые находятся В мучениях Им никак Нельзя Облегчить Эти мучения И Авраам Об этом говорит ему Что мы не можем Этого сделать И тогда он Из ада Возвышает голос И просит Сделать Ещё кое-что Он говорит С 27 по 28 стих Тогда сказал он Так прошу тебя Отче Пошли его То есть Лазаря В дом отца моего Ибо у меня Пять братьев Пусть он Засвидетельствует Им Чтобы и они Не пришли В это место Мучения Богач Находящийся В муках Обращается К Аврааму И к Лазарю И просит Чтоб они Как-то смогли Повлиять На земную Жизнь Его родственников И попытаться Всячески Засвидетельствовать Им О том Что они живут Неправильно О том Что они живут В грехе О том Что они идут В ад И если они Не изменят Свою жизнь Они будут В вечных муках На что Авраам Отвечает ему Что мы Этого тоже Не можем Сделать Мы Но есть Кто-то Кто это Может сделать Это Божьи Служители Которые Находятся На земле Это Божья Церковь Это в ее Власти Свидетельствовать И распространять Евангелие По этой Земле Сегодня Весь Ад Просит И кричит О том Чтоб мы Засвидетельствовали Погибающим О спасении А небеса Надеются На то Что мы С вами Это будем Делать Потому что Смотрите Что говорит Авраам Авраам Сказал ему У них Есть Моисей И пророки Пусть Слушают Их Пусть Слушают Церковь А для того Чтоб слушать Церковь Церковь Должна Что? Говорить Мы с вами Должны Говорить О нашем Боге О спасении О тех Чудесах Которые Бог Сделал В нашей Жизни О наших Исцелениях Об освобождениях О том Как Бог Восстанавливает Семьи О том Как Бог Являет Свою силу И славу В нашей Жизни В каждом Дне Бог Дал нам Эту Задачу И сегодня Весь ад Он просит Нас Чтоб мы Пошли И проповедовали Евангелие А небеса На это Надеются В следующее воскресенье У нас будет Замечательное Служение Евангелизационное Служение В честь Праздника Святой Троицы В честь Праздника Сошествия Святого Духа И я верю Что в этот день Дух Святой В своей силе И славе Сойдет На церковь И он будет Делать чудеса Он спасет Тех Кто нуждается В спасении Он будет Исцелять Он будет Освобождать Мы с вами Станем Свидетелями Огромной Божьей Славы Но для того Чтобы мы Увидели эти чудеса Нам нужно Привести людей Нам нужно Пригласить людей В жизни которых Бог будет делать Эти чудеса И мы сегодня Будем иметь В конце нашего Служения Молитву За Нашу Евангелизацию За наше Служение Но прежде чем Мы будем это делать Я хотел бы еще Поделиться Одной мыслью Смотрите Когда Богач Обращается За помощью К Аврааму Авраам Ему говорит Такие слова Но Авраам Сказал Чадо Вспомни Что ты Получил Уже Доброе В жизни Твоей А Лазарь Злое Ныне же Он здесь Утешается А ты Страдаешь Знаете Когда я Прочитал Этот текст Бог обратил Мое внимание На одно Важное Слово Написано Что Лазарь Получил Злое Было Что-то Злое На земле Что Получил Лазарь Вы знаете Когда я Открыл Оригинальный Перевод И посмотрел Значение Этого Слова Одно Из значений Этого Слова Звучало Так Это Слово Описывает Человека Который Активно Участвует В злых Делах И преуспевает В них Помимо Того Что в жизни Лазаря Были Болезни Была Нищета Что Само По себе Уже Является Злом В его Жизни Оказывается Еще И были Люди Люди Которые Делали Зло По отношению К нему И мы Сейчас Поговорим Об этом Человеке И мы Сейчас Посмотрим А что Именно Было Злом По отношению К лазарь Смотрите Что происходит Богач Каждый День У своих Ворот Видел Бедного Человека Больного Изнеможенного Умирающего Каждый День Проходя Туда И сюда Он Видел Человека В проблеме Но Несмотря На то Что Он Имел Огромнейшую Возможность Имел Огромнейший Ресурс Помочь Этому Человеку Он Он Этого Не Сделал Он Был Равнодушен Кто-то Сказал Что Равнодушие Это Зло Которое Хуже Войны Бернард Шоу Сказал Что Самый Большой Грех По отношению К ближнему Не Ненависть А равнодушие Вот Истина Вершина Бесчеловечность Равнодушие Это Зло Которое Делал Богач По отношению К человеку Который Был в проблеме Имея Все возможности Помочь Этому Человеку Имея Все возможности Послужить Этому Человеку Смотрите Даже Приводится Какое Сопоставление Написано Собаки Приходили И лизали Его Язвы Даже Собаки Служили Этому Человеку Имея Все что у них Есть Написано Они Лизали Эти язвы Вы знаете Что у собак Слюна Имеет Целебные Свойства То есть Даже Собаки Пытались Как-то Ему Помочь А человек Имеющий Все возможности Этого Не делал Этого Не делал Мы сейчас Будем Переходить К молитве Можно попросить Музыкантов Знаете Когда я готовился К этой проповеди Мне Один стих Интересный Который Не касается Вроде бы Как бы С одной стороны Того О чем мы Сегодня говорим Но оно так Мне запало В сердце Знаете В Евангелии От Матфея Описывается Одна история Она больше Описывает Приход Иисуса Христа И там Описывается Что Когда-то Настанет Такое время Когда двое Будут лежать На кровати Один Заберется А один Останется Потом В этой же История Написано Что двое Будут Молоть Двое Будут На поле Один Заберется А другой Останется Казалось бы Все понятно Один Верующий Другой Неверующий Но знаете Что у меня Возникает Вопрос А почему Господь Почему Вот этот Вот Неверующий Так и не Уверовал Долгое Время Находясь Рядом С верующим В одном Случае Это семья Это самые Близкие Люди Написано Лежат На одной Кровати Возможно Это муж И жена Это может Мать И дети Они рядом Проживают Свою жизнь Но один Верующий А другой Нет Почему Мой сотрудник По работе С которым Я работаю 5, 10, 12, 15 лет Неверующий Ну Наверное Все очень просто Этот человек Не принял Иван Этот человек Не принял Христа Он отказался От этого Да Может быть И так Может быть И так Может быть Мы это делали Может мы Проповедовали Но он отказался Ну не хочет Как хочет Все Я в его жизни Больше Не участвую А может быть Знаете Это наши Родственники Или близкие Для нас люди Которые Которым мы Служим Которым мы Пытаемся Как-то помочь Они нас Игнорируют А мы хотим Их привести К Богу Они Не хотят Идти И вы знаете Мы не видя Обратной связи Не получая ее Не видя Каких-то явных Сдвигов Опускаем Свои руки Охладеваем И становимся К ним Равнодушны Вы знаете Мой путь К Богу Был очень Долгим И я Очень много Потрепал Нервов Людям Которые Служили Мне Знаете Я себе Думаю А если бы На каком-то Пути Они остановились Вот если бы На каком-то Пути Они просто Стали бы Равнодушными И ко мне сказали Иди Гуляй полем Живи Проживай Погибай Делай что хочешь Твое дело Наверное Я бы там и остался Но они В очередной раз Заходили На новый круг Возможно Где-то Постояв В отстойнике Надышавшись Набравшись Сил Помолившись Шли с верою Ко мне И говорили Иисус тебя Любит Он готов Тебя освободить Он готов Тебя помочь И в один раз На очередном Круге Моих Скитаний Бог коснулся Меня И изменил Мое сердце И дал мне Свободу И сегодня Я стою Перед вами Благодаря тому Что кто-то Был неравнодушен По отношению Ко мне Несмотря на то Что я был Ужасным человеком К чему я это говорю Потому что Дорогие братья и сестры А может быть У нас есть Такие люди Может это наши родственники Может это наши мужья Может наши жены Знаете У нас уже просто нет сил С ними бороться У нас нет сил им служить Послушай Я сегодня хочу сказать Не будь равнодушен Пожалуйста Я тебя умоляю Не будь равнодушен К проблемам этих людей Не будь равнодушен К тому Что они не спасены Пожалуйста Делай все Что в твоих силах И ты увидишь Воздаяние Ты увидишь Как эти люди Будут уткаяться Ты увидишь Как Бог их будет Исцелять Потому что Он специально Две тысячи лет назад Пришел на эту землю Чтобы это сделать Мы увидим Большое благословение Братья и сестры Но нам надо пойти Если мы не пойдем Если мы не пригласим Если мы не приведем Ничего этого не будет А Господь в тот день Следующее воскресенье Будет на этом месте Ожидать их Он будет их ожидать Для того Чтобы их благословить Для того Чтобы и весь славу В их жизни Во имя Иисуса Христа Это будет Мы будем свидетелем Братья и сестры Следующее воскресенье У нас будет Служение Троицы Я хочу Чтобы мы сейчас Встали на наши ноги Мы сейчас будем молиться Сейчас будем совершать молитву У нас есть такие пригласительные Они в фойе Вы можете их взять На этом служении Будут замечательные свидетельства Будет проповедь Слова Божьего Будет призыв Будет молитва За исцеление и освобождение И самое главное На этом служении Будет Бог Будет Иисус Будет Дух Святой Я хотел бы Чтобы мы сейчас помолились Я хотел бы Чтобы мы приняли решение А я когда-то говорил Что я не пойду К этому человеку Нет, я пойду Я пойду Все-таки пойду Я переступлю себя Я переступлю себя И пойду Я ему расскажу о Христе Я его приглашу Я его приведу в церковь Если надо Поеду Съезжу за ним Оплачу ему дорогу Вызову такси Не знаю Сделаю все Чтобы он сюда попал Не слезу с него Пока он не придет В Божье присутствие Давайте помолимся Дорогой Иисус Дорогой Господь Мы благословляем Как церковь Праздник Троицы И то служение Евангелизации Которое будет В нашей церкви Господь Мы знаем Что ты придешь В силе и славе На это место Господь Для того Чтобы спасать Иисус Для того Чтобы исцелять Для того Чтобы освобождать И мы Боже Просим Благослови нас Тех Кто пойдет Кто пойдет Приглашать Господь Кто пойдет Проповедовать Евангелие Кто пойдет Боже Служить Тем Кто сегодня Находится в проблеме Благослови нас Господь Быть твердыми Быть мужественными Господь Не поддаваться На всякие уловки Господь А сделать то Что мы Боже Сегодня Решили сделать Привести Хоть одного человека К тебе Я также прошу Господь Возможно Кто-то сегодня Равнодушен Господь К тем Кто пропадает Боже Возможно Кто-то положил Большую цену И не видит Результата Господь Я прошу Обнови Во имя Иисуса Христа Наши сердца Наш дух Вместили Вложи этих людей В наше сердце Господь Во имя Иисуса И мы просим Боже Яви свою Славу Господь На Следующем Служении Евангелизации Господь Также наш Бог Мы молим Мы просим Тебя за наши Нужды Которые сегодня Написаны В этих записках Мы просим Господь Исцели кто болен Кто Боже Нуждается В каком-то Финансовом Благословении Благослови Покажи выход Господь Прошу Тебя Благослови Детей Божий Благослови Учебу Иисуса Отпуска Боже Все нужды Которые сегодня Тут написаны Во имя Иисуса Христа О которых Просит Тебя Народ Твой Господь Мы с верою Ожидаем Боже Того что Ты Ответишь на них Во имя Отца И Сына И Святого Духа Аминь Аминь И еще одна важная молитва Которую бы я хотел Чтобы мы могли Помолиться Потому что сегодня Среди нас есть люди Которые никогда не каялись Которые сегодня Пришли на это служение Первый раз Вы не в церкви И вы чувствуете Что сегодня Дух Святой Стучится в ваше сердце Я хочу вас пригласить К молитве покаяния Я не буду вас Приглашать Выйти наперед Я хочу просто Чтобы есть и есть такие Вы могли поднять руку Там где вы находитесь И мы помолимся За вас А может есть Среди нас люди Которые ходили На служение Которые были Когда-то с Богом Но потом По каким-то причинам Отступили Отошли Если вы есть Пожалуйста Покажите ваши руки Мы просто Помолимся с вами Этой молитвой Покаяния Во имя Иисуса Христа Я вижу Слава Господу Есть такие люди Слава Богу Слава Богу Я прошу Повторите эту молитву За мной Пусть она Будет Из вашего сердца Дорогой Иисус Я признаю Что я грешный И прошу тебя Прости меня Очисти меня Благослови меня Измени мою жизнь Войди в мое сердце И господствуй в нем Я благодарю тебя За то, что ты принимаешь Мою молитву И прощаешь Мои грехи Во имя Иисуса Христа Аминь В конце служения Тут будут стоять Служители Вы можете подойти Мы познакомимся С вами Вручим вам Небольшие подарочки Пусть Бог Благословит вас И короткая наша молитва За тех Кто покаялся Господь Мы благословляем Каждого Кто сегодня Примирился В молитве покаяния С Тобою Во имя Иисуса Христа Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому